Мы начинаем делать каст. Для этих целей мы, естественно, его не применяем. Мы его применяем для приготовления рабочего раствора для работы опрыскивания. То есть вот в этой 5-кубовой емкости с помощью насосов мы перемешиваем составляющие. То есть бывает так, что рабочая смесь состоит из грибицида, состоит из тексицид, потом, значит, какие-то подкормки, чтобы в поле все это опрыскивать. Он, современный опрыскиватель, он может это в поле мешать. Но чтобы не тратить время, не возить эти ящики-коробки, мы все вот это вот засыпаем в эту емкость, перемешиваем. Запас воды справа емкости, это чистая вода, которая вот со скважины. Вы видите, скважина, вот эта бочка стоит, это скважина. Скважина, значит, артезианская, 240 метров глубины. Вот, стоит там 10-кубовый насос, по закону положено, не более того. Вот, мы закачиваем вот в эти белые емкости, значит, чистую воду и потом используем для приготовления рабочего раствора. И закачиваем вот эти дорожные бюстерны, уже готовый раствор. Подходит машина, это у нас КамАЗы оборудованные 20, ИРЭ-25 БОМ. Они забирают сразу рабочего раствора и вывозят из поля. То есть, сразу закачивается мощным насосом все это в опрыскиватель. И процесс опрыскивания значительно ускоряется. То есть, не тратится время на приготовление рабочего раствора. Здесь тропы, но нет других людей, но для этого цели мы используем. Ну, вот вы видите, там мешок с карбамидом стоит. То есть, когда мы проводили подкормку, мы вот этот карбамид добавляем, также размешиваем. И также используем вот для проведения всех наших обработок. Мы их используем для уборки льна и пшеницы. Вот, в этом году мы все-таки одно время мы в них разочарованы были. По какой причине? То есть, поле у нас даже по нулевой технологии был год. Буду три назад, когда поле было 55 сентября в гектарах. Естественно, соответствующая солома была. И мы там, значит, начесывающими жадками провели. Очесали, сентября забрали. Но возник вопрос, как сеять. То есть, везде мы все посеяли, а эти два поля стоят копнем. Там черви, копнем там черви. То есть, не высыхает. Большая масса. Вот, еще лед лежит. То есть, зима была снежная, набилось туда снега. И мы вынуждены были тяжелой бараной. У нас есть тяжелая барана. Вон она, кстати, стоит ее видно, вот между бочками. Вот, зацепили за пюлер. И вытащили эту солому на край поля. Почему? И только тогда мы смогли посеять. Посеяли нут, посеяли козло. Но все равно там часть соломы осталась. И мы первый раз получили урожайность нута за 20 центров в нашей зоне. То есть, обычно мы получаем 8-10 центров. Учитывая все вот эти вот ветра и прочее, прочее. И мы все-таки заинтересовались, как дальше. То есть, послеочесывающей жадки, ни один посевной комплекс. У нас селфорды есть, мы сейчас их увидим. Дисковые, лапчатые, ватерштадт. Ни один не идет комплекс после очески. До тех пор, пока мы не купили. Вот, в прошлый год, купили мы селку Джон Дир 18-90. Однодисковую. И она пошла у нас сеять. В этом году мы купили еще одну селку. В этом году мы прибавили оческу. И оплатили еще две селки Джон Дир. Вот. 13-метровая, с бюлером агрегатируется. Хорошая селка. Ну и чтобы у нас содержать два отряда на уборке, мы сейчас вот оплатили уже еще шесть жадок. Шесть жадок, значит, для работы поочесывающей. То есть, эта технология, чем она хороша? Мало того, что оческа накапливает там, если это в зиму вводит, накапливает снег. При, вот даже осенью, вот этот дождь у нас был в пятницу, значит, рядом поле очесанное, мы по ней сеем, и неочесанная пшеница. Вот эти очесывающие, там лучше сохраняется влага. Ну, во-первых, солнце не проникает. Во-вторых, очень важно, вы видите, какой ветер, да? Ветер у нас практически 365 дней в воду. То есть, ну, безветренных дней бывает очень мало. И, наверное, вот такая жадка, гора, и плюс ветер, плюс огромный. Он выдувает все. Поэтому вот на эту технологию уходим. Плюс еще очесывающая жадка, это производительность комбайна повышается где-то процентов на 30. То есть, если с такими жадками, с демидиметровыми, у нас комбайны идут, где-то скорость у них 8 км в час, то с очесывающей жадкой комбайны идут 12 км в час. Больше 12 нельзя, потому что им уже потери. Мы пробовали, значит. Потери, потери от очесывающей жадки и от обычной жадки практически одинаковые. Потери есть. И у той, и у той. Это вы сами все прекрасно понимаете. Но мы пробовали. У нас вот есть комбайн Нью-Холланд. Эти жадки 7-метровые. И Нью-Холланд с 7-метровой жадкой. То есть, мы цепляем очесывающую жадку за Нью-Холланд. Цепляем обычную жадку 7-метровую. И пускаем их друг за другом. Дополнил бункер. Комбайны одинаковые, бункеры одинаковые. Набирают одно время. Разница там в десятках метров. То есть, понятно, что вот таким вот путем мы все это сделали. Для нас это хорошая урожайность. Мы применяем вот комбайны в основном с 9-метровыми жадками. То есть, это позволяет более полно загружать молотилку. Позволяет меньше проходов по пулю делать. Ну и в целом повышает производитель. Типа. Это где-то ему уже лет 12, не меньше. Работает. У нас проблем по любым почвам, по любой влажности. Но по оческе он все равно не идет, потому что забивается, накапливается. Вот здесь мы видим посевной комплекс Ватерштадт. В этом году, в связи с тем, что этот комплекс, самые худшие у него показатели. Он хороший, красивый. На гидроцилиндриках каждый сошник. Но в связи с тем, что была весна сырая, влажная, он у нас по этой причине весной не работал. А осенью он не работал по той же причине. То есть мы работаем, у нас поля с пожнивными остатками. И вот эти вот сошнички, тем более их два, они забиваются. В этом году мы его решили немножко реконструировать. То есть мы покупаем сейлку, джон-дир, и цепляем за этот же трактор, за эту же почву. То есть переделка тут минимальная. Все это подходит. То есть это выбрасываем в металлолом на запчасти. Отцепляем джон-дир. Потому что он стоит у нас, простаивает. Одни убытки от него. Вот так как-то. Ну вот мы уже проходим, чтобы не возвращаться. Вот два опрыскивателя у нас стоит. Техномы. Лазер это значит французские опрыскиватели. Одному уже, наверное, 12 лет, другому поменьше. Нормально работают. Ничего не скажешь. Вот мы им основные работы отрабатываем по опрыскиванию. В этом году мы купили джон-дир. Еще опрыскиватель. Дополнительный джон-оход-дир. Ну немножко все удачно ввод в эксплуатацию. Вот это три таких опрыскивателя у нас мощных. Эти по 36 метров захват. Значит, джон-дир 30 метров захват. Здесь 4,2 куба бочка. У джон-дира там три. И вот такие опрыскиватели вот мы применяем. Это чисто российское производство. Это барсик, так называемый. Они у нас и удобрения разбрасывают, и опрыскивают. И к ним еще есть две сейлки. Применяли мы эти сейлки. Любава называется. Применяли мы их для сева. Горчицы. Ну честно говоря, головную боль мы хватили с этими сейлками. Они и сеют, и по сырой почве. Ну посев не равномерный, посев длительный. Почему? На узорочке. Вот. И значит, мы сейчас вот в этом году мы их не применяем. Мы и горчицу не сеяли. Значит, Андрей Викторович в Депо задает вопрос, почему на узкой резине? Да, он изначально идет на мягкой резине, но он на ней прыгает, та-та-та-та-та. Мы работаем на мягкой резине. И зимой померзлоталый? Нет. Мы на мягкой резине работаем. Есть колеса большие, пневматики. То есть это сменные? Да, да. Единственный недостаток у него, вот приедешь на поле, глянешь, и начинаешь механизатора проверять, сколько он принял на грудь. Очень извилистая траектория. Ну мы сами, вот на этих двух машинах, мы переделывали, поставили систему по спутнику. Он идет сейчас как и добрый опрыскиватель. У нас подруги, да? Подруги мы поставили на них обоих. Работают, на удивление, мы не ожидали хорошо. А узкие колеса мы дополнительно приобрели, хотя изготовители были против, хотя они их выпускают, потому что рама мягкая, то есть при ударе рама может повредиться. Мы их используем для обработки, допустим, культур, когда они уже выросли. То есть пшеницу можно работать там, ну, грубо говоря, до выхода в трубку и на мягкой резине. Она потом приподнимается. А потом, когда вот нут надо опрыскать, допустим, у нас нута достаточно много уже по растениям, то мы ставим узкую резину. Сейчас еще у нас проблема с этими опрыскивателями. Мы сейчас занимаемся, работаем над этим, чтобы по секционной, отключение штанг. То есть мы знаем, что современные опрыскиватели, заходит он на опрысканное, у него, допустим, 8 секций штанг, и он их постепенно отключает. То есть предотвращается двойная дозировка. Это особенно при работе с гербицидами, это очень актуально. А здесь нет. И даже вот стыкован. Ты не видишь, где обработано, где не обработано. Вот эту систему мы хотим, то есть это возможно, потребует определенных затрат, но мы эту систему хотим поставить. И на них делаем, в общем-то, ставку в каком плане? Да, они немножко российские, да, они немножко неуклюжие, да, они немножко не конкурируют, но у них есть хорошая черта. Что сломалось, пошел в автомагазин, купил, все это заменил. Потому что вот особенно технома, заказ запчастей бывает и месяц, и два. Какие-то серьезные запчасти, распределитель, там насос и что, еще что-то приходится долго ждать. С этими проблем особых нет. И производительность у них, ну чуть-чуть они отстают от современных обрыскивателей. То есть они летают по полю очень хорошо. Конечно, качество несравнимо, какие ответственные операции мы посылаем импортные опрыскиватели, а так используем их. И еще прицепной сделали, на всякий случай, для опытов, там, для еще чего-то. Ну, пройдем дальше. 60 миллиметров. Он находится под углом 7 градусов, то есть он при движении отодвигает почву, туда высыпается удобрение, туда высыпаются семена. После вот круглый диск, вы видите, он его семена прижимает к дну борозды, и вот этот рубский диск, это уже на последних моделях они ставятся, вот, он уже эту борозду заделывает. То есть, когда работает вот эта сеялка, приезжаешь на поле, ты видишь проход от техники, от бункера, от трактора, но саму борозду-то не видишь. Приходится ковыряться и смотреть, посеяли там чего или нет. То есть, это максимальное влагосбережение, то есть, это то, к чему мы, в принципе, и стремимся, в наших условиях. Я говорю, мы вот еще две таких сеялки заказали, и будем их переделывать, наши комплексы, цеплять эту сеялку. Сеялка эта стоит 10 миллионов, сама сеялка, 5 миллионов стоит бункер, и 10 миллионов стоит бюллер. Работаем с бюлерами. Почему с бюлерами? У нас уже 6 этих тракторов, они нас вполне удовлетворяют. Они у нас не сеют, они у нас не пашут, они, вернее, сеют только. Мы даже вот эти агрегаты, в течение года мы их не расцепливали. То есть, они весной отсеяли, осенью подождали, опять отсеяли. Ни культивации, ни пахоты на них нет. Вполне хватает, никаких особых проблем с ними, с тракторами нет. Но стоит он в два с лишним раза дешевле, чем тот же Джон Дир, аналогичного класса. Пока нас это удовлетворяет. И стал махать, успокоился. Будем надеяться, что он отработает свое. Вот, собственно, по технике и все. для работы, для вывоза продукции у нас только КАМАЗы. То есть, у нас нет ни газонов, нет ни зилов, нет ни какой-то другой техники. Только КАМАЗы, только с прицепами. С поля, поля ток, работают КАМАЗы с прицепами. То есть, возвращается комбайн на дорогу. Машины на поле не заезжают вообще никак. Ну и при посеве мы применяем, понятно, без прицепов. То есть, это загрузка посевных комплексов и загрузка АМИЧК. Две АМИЧКи у нас есть, вот пока мы их держим со старенькими кировцами на всякий случай. Вот, собственно, по технике и все. Если какие-то вопросы есть, вы можете задать. Мы сейчас пока назад идти будем, я на них отвечу. Заминание соломы этот сошли. Мы сейчас будем на поле, вы увидите. Там ответ будет на поле. То же самое, что сейчас. Значит, если солома влазная, то будет заминание. Просто надо подождать какое-то время, чтобы солома подсохла. И в этом случае солома ломается. Если не ломается, да, она заминается. Да, это не есть хорошо. Надо подождать. Не надо торопиться. Еще вопросы по технике, друзья. Жадкий вы это покупаете, если у вас есть. Какой фирм? Жадкий мы покупаем харьковские, фирма Славянка. Значит, мы уже купили три раза по две штуки. Вот шесть штук, вы видели. В этом году мы покупаем еще шесть штук. Цена была изначально два миллиона двести, потом два пятьсот. Вот последний мы сейчас заказали два шестьсот. Работают, приезжают, обслуживают бесплатно. Ни проживания, ни питания не просят. Если какие-то реконструкции, они нам проводили двухконсульного шнека, обслуживание проводили, реконструкцию даже, делали там выбросные лопаточки, они сами где-то жили, попросили у нас там кислород, что там надо для работы, значит, все сделали, зачистили, покрасили, ни копейки не взяли. Работают хорошо? И жатки хорошо работают. Никаких проблем. Скажите, производительность ежесменно данного везема работы? Ну, все посевные комплексы, вот, которые мы с вами видели, мы считаем нормальную производительность за сутки. Мы работаем только сутками. То есть, они вот начали сев, они в понедельник ушли, сегодня утром пришли. То есть, две смены. 150 гектаров мы считаем средняя нормальная производительность. Вот этот комплекс, он идет быстрее. То есть, его ограничивает мощность трактора, его не ограничивает трактор, вот, мы два последних взяли, 400 лошадиных сил, он может идти быстро. Его ограничивает 10 километров в час. Если он идет, допустим, 12, то он начинает уже вот этим диском отбрасывать землю и делать борозду. То есть, больше 10 километров идти нельзя. Посчитайте, 13 метров на 10 километров в час. Мы считаем где-то вот по-нормальному при минимальных перегонах до 200 гектаров в сутки он будет легко делать. А сколько у вас пашни? Пашни у нас всего 10 тысяч гектаров. Александр Николаевич, парковок отсланок. Для каких целей опрыскиватель садовый? Склады обработали? Изначально вот этот опрыскиватель купили мы, вы помните, несколько лет назад было на шестере в Саранче. И в труднодоступных местах ее ничем нельзя было опрыскать. Мы его купили быстренько как-то и он очень сильно нам помог. То есть, у него разные там режимы работы. До 40 метров в одну сторону он может бросать. Ну и тут обрабатываем территорию. То есть, склады вокруг значит, вот это вот мы его применяем. И плюс к нему мы, значит, купили дополнительно штанги, насос. То есть, вот это все сбрасывается разбрызывание и ставится обыкновенный опрыскиватель. Получается прицепной опрыскиватель с белорусом. Вот. Мы вот в этом году с фирмой АВУ спланируем тут какие-какие опыты заложить. Вот мы его туда им поставим и пусть они что с ним хотят, то и делают. А нормальные опрыскиватели будут работать по его условиям? Нормальные они.